Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мы с вами разобрали, как рисовать куколку, при этом подвижную, которой можно делать разные позы. А сейчас я хочу вам показать, как из этой куколки можно сформировать разные типы телосложения. У нас есть с вами, давайте скажем так, модельная фигура, которая стоит на высоких каблуках. Она немножко похожа на реальность, то есть это очень высокая, очень худая девушка на высоких каблуках. Если же мы захотим нарисовать реальную девушку, либо же девушку размера плюс сайз, то, соответственно, у нас с вами должно будет сократиться количество голов как минимум до 7,5. Соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Сейчас я его так помечу. Вот до этого момента у нас должна закончиться, соответственно, фигура. Как правило, это сокращение будет за счет длины ног. То есть то, что удлинялось, сейчас будет укорачиваться. И здесь есть такой очень интересный принцип, что когда вы укорачиваете ножки, их нужно укорачивать равномерно. То есть вы укорачиваете, вот смотрите, я выделяю сначала нижнюю часть, да, чуть-чуть ее подтягиваю. Потом выделяю еще чуть-чуть более высокую часть, то есть чтобы она пропорционально сжималась. И еще пропорционально буду вот здесь сжимать тоже наверх. Я это делаю инструментом Direct Selection, прямое выделение, белая стрелочка, если говорить с таким простым языком. И при помощи этой стрелочки, видите, ножки подтягиваю. Но на мой взгляд этого будет недостаточно, поэтому я думаю, что и торс, и ножки в целом нужно немножечко укоротить. То есть все вместе, как бы немножко сплюснуть. Таким образом оно встанет. Вот она моя линия. Так, и ручки тоже нужно немножко укоротить. Сейчас мы это все вместе соберем. И чуть-чуть ее укоротим. При этом голову и шею я оставила, как она и была. Соответственно, вот смотрите, какая получилась разница. То есть у меня здесь девчонка модельная, а вот 7,5 голов это абсолютно реальная пропорция живой женщины. И если вы посмотрите, то именно так и будет. Единственное, что можно поправить, она у меня ощущение есть, что она стоит как будто бы на каблучках. То есть как бы поставить ее не на каблук, а опустить ее именно вот здесь. И в принципе торс, он тоже бывает разной длины, потому что соотношение длины ног и длины тела, оно часто очень разное. И если вот такие вот длинные красивые ноги, это здорово. Очень часто бывает, что торс, он все-таки более длинный. Вот таким образом. А ножки будут более короткие. Я не говорю, что это как бы там как-то красиво или некрасиво. Это просто то, как оно часто встречается в жизни. То есть, как видите, Adobe Illustrator позволяет вот это вот моделирование произвести. При этом, если мы будем говорить с вами про модельную фигуру, да, то она у нас может еще больше вытянуться. Да, если вы себе можете такое представить. Соответственно, она станет еще на одну голову выше. И опять, как правило, такое удлинение будет идти в основном за счет ног. Что я сейчас сделаю? Я ее подтяну к самой верхней точке, вот так. Но не до конца. То есть, я оставлю для нее возможности к росту. И теперь буду, смотрите, голову с шеей я не трогаю. Чуть-чуть здесь тоже подправила вместе с руками. Чуть-чуть здесь поддернула. Руки тоже нам нужно соблюсти, чтобы не получилось, что они у нас слишком короткие или слишком длинные. То есть, в иллюстраторе нужно эти вещи очень тоненько делать и очень аккуратно. Вот здесь мы удлинили. Теперь мы можем удлинять наш игольник. Как правило, художники, иллюстраторы, фэшн-иллюстраторы, когда рисуют, вот эта вот вся длина, вся вот эта красотень, она идет именно сюда. То есть, получается, что имитация как будто у них прям огромные-огромные ноги, длинющие от ушей, как говорят. Вот. Это есть такая фишка. Красивая это или нет, нравится это или нет, это уже личная стилизация, да? Вот, смотрите. То есть, уже она такая прям высокая-высокая, большая-большая. Но помимо того, что мы с вами можем ее головами поправить, да, мы еще можем ее и в ширину потянуть. Как ее потянуть в ширину? Давайте покажу. Во-первых, давайте потянем та, которая у нас на 9 голов, просто в ширину покажу, как она потянется. А потом мы сделаем совсем прям пухлика. Такой вот достоверный плюс-сайз, который может получить... Не отодвинула до конца, сейчас еще отодвину. Вот, поэтому вот я иллюстратора этим и люблю, то, что создавая одну основу, вы с ней уже можете делать все что угодно. И вы же видите то, что я это все моделирую, да, а возможность движения, она никуда не девается, она остается. Соответственно, голову я оставляю рядом. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем ее увеличивать по толщине. Как это сделать? У нас есть инструмент, который называется лассо. И этим инструментом лассо я сейчас буду захватывать точки вот так вот по боку. Притом с ногой, смотрите, чтобы нога тоже у меня разошлась. Вот так вот по боку я делаю это мышкой. Вот, у меня выделились, видите, вот эти активные синие залитые точки. И теперь буду кнопками нажимать вправо столько, сколько понадобится. 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз я нажала. Делаю точно так же со второй стороной. Зачем я посчитала, чтобы стороны у меня получились симметричные. Вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она у меня увеличилась. Когда у нас увеличивается с вами объем, то у нас, соответственно, что ползет? Обычно ползет талия. Соответственно, приближаем. Выберу сейчас спине талии и пошире. 1, 2, 3, 4, 5. Да, фигура сразу портится. 1, 2, 3, 4, 5. Но, собственно говоря, именно это и происходит, когда красивая молодая девочка начинает поправляться, и талия у нас с вами улетает. А вот. Ну, это случается, как бы там ни было, это все печально. Так, теперь хочу ножку еще потянуть. Выбираю ножку, тяну ее к центру. Да, помните, у меня как это есть фразочка, да, то, что у меня ляшки не сходятся. Вот это сюда как раз. Увеличиваем ей ширину ножек. Ну, что делать? Коля, она у нас поправилась. Значит, она у нас хорошо кушает, зубы здоровые. Так, и еще, вот как бы торста я бы чуть-чуть заузила, да. А вот ручки вот в этих местах часто раздаются. Вспоминайте, как поправляются люди. Вот в этих местах рука становится не очень красивая. Она становится более дряблая, более объемная. Ну, уж извиняйте, от физиологии мы никуда не уйдем. Вот смотрите, вот та же самая фигура, но она стала более коренастая. А теперь хочу сделать совсем прям пухляша. А потом я их сейчас залью цветом, и будет еще лучше видно. Потому что когда в черно-белых контурах, оно не так хорошо смотрится. Прям сделаем такого масенького колобочка. Да, такие тоже есть, и на них тоже надо рисовать и шить. Тоже люди. Так что здесь что я сделаю? Для того, чтобы мне было удобнее работать с точками, я увожу руки, но при этом руки увожу с нажатым шифтом, чтобы они у меня оставались на том же месте, потому что ручки мы тоже потом подширим, сделаем более объемными, более широкими. Так, ну, во-первых, минус стали. Извиняйте меня, конечно, но тут надо вот это все 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так, точку вот эту тоже 1, 2, 3, 4, 5. Что так важно? Так, 1, 2, 3, 4, 5. Еще эти точки в сторону. 3, 4, 5. 4, 5. Вот она у нас, пошел шарик, да? Коль мы шарик делаем, то делаем уж шарик до конца. Я сказала, что делаю колобочка. Поэтому, даже если вам это не очень импонирует, колобочки существуют. Я вообще за все типы телосложения. Я никогда не говорю, что кто-то хороший, кто-то плохой. Ну, просто есть у меня вот такие, я бы даже сказала, ласковые названия. Я же их не оскорбляю, я просто знаю, что люди поправляются. Вот так вот объемы происходят. Ну, что с ними поделаешь? Вот так выглядит плюс сайз. Немножечко слоновьей болезни у меня получилось. Люди с излишним весом, у них ноги отекают. Нам не нужно, чтобы у нас были сильно отекшие ноги. Мы их сейчас немножко соберем. Но все равно объем увеличивается. Кстати, у них, как правило, очень красивые щиколотки у этих людей. Но отекшие. А если слоновьей болезнь, то на щиколотке прям такой объем жира висит, отекший. Это уже прям болезнь у человека. Не смешно, ничего. Это просто реально человек уже болеет, когда получается такая ерунда. Поэтому. Мы сейчас просто пухлико нарисуем такую вот женщину. Ее надо обязательно надеть в красный купальник. Я помню, мы в детстве, когда ездили, почему-то женщины, которые достаточно больших объемов, они выбирают красные купальники слитные. И чем краснее купальник, тем полнее женщина. У нас была такая шутка. Вот. Поэтому. На морском побережье это дело было. То есть вот она, смотрите, по объему увеличенная фигура. Прям так. Эх, не пожалела я женщину. Совсем не пожалела. Совсем сделала ее реальной. И если, кстати, вот смотреть, я специально до этого смотрела фигуру там Ким Кардашьян, фигуру Мерлин Монро, они отличаются тем, что у них красивая большая грудь, красивая большая попа и достаточно тонкая талия. Но, к сожалению, в жизни, когда происходит увеличение объемов, то оно происходит не так красиво. И оно откладывается не в попу, а еще и животик начинает расти. Так что наш пухлик будет реальным. И, как правило, у этих женщин очень красивые руки. если пальчики сохраняются тоненькими, они прям такие красотки. Так что вот, имея все элементы, мы просто их расширяем согласно тому, как анатомически распределяется жировая ткань. Вот так. Ручку можно вот так повернуть, чтобы ее лучше было видно. Потом можете дальше работать с этой фигурой, соответственно, ее там ставить в разные позы, как смотрели в другом уроке. Здесь вот именно сейчас показываю, что пухляшек. Здесь не очень красиво, то есть она туда так войдет, и между рукой и туловищем особо пространства не будет. Так, и вот тут я бы немножко тоже поправила. Мне очень это нравится место. как правило, такие более покатые плечики, мягкие. То есть, если вот модели у них такие плечистые бывают, там, девахи, то здесь, если человек не тренированный, у нас будет с вами очень мягкий контур. Вот такая, по-моему, очень реальная женщина получилась. Можно даже немножко лицо, шею увеличить, при том именно по ширине, для того, чтобы они увеличились. Вот, смотрите, имея одну и ту же фигурку, фигурку. Эх, выполнела, барышня. Не ешьте много, чтобы не выполнить. И сейчас я сделаю все то же самое. Сейчас выберу всех моих девчонок и залью их цветом, будет сразу более понятно. Смотрите, подвинем их. вы можете, отрисовав базу, отмоделировать практически любую фигуру, которую вы хотите. Видите? Когда контур заливаешь, здесь не очень красиво эти линии получились, как они в жизни бывают. Еще иногда бывают ноги потолще. Здесь тоже насколько по-разному девочки смотрятся. Кстати, вот мы тоже спрашивали, а что будет, если там 90-60-90, как бы, если рост метр пятьдесят и метр восемьдесят. Понятно, что на метр пятьдесят она будет смотреться более коренастой, более объемной, более такой вот крепкой, да, а на метр девяносто, 90-60-90, она будет смотреться худой. Это естественно. Вот, разные фигуры, видите, здесь она более у нас коренастая получилась, то есть мы вот к этой фигуре добавили объемы. Можно совершенно любые фигуры получить, имея одну основу. Пользуйтесь этим приемом, он часто очень спасает. я вам покажу еще много всего интересного, оставайтесь с нами, рисуйте, обязательно подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк. До скорых встреч, пока-пока. Продолжение следует...